Ну что друзья, привет от Вертухаев. Госдума приняла в первом чтении законопроект, существенно расширяющий полномочия полицейских. Если проект документа станет законом, сотрудники правопорядка смогут оцеплять жилые районы и даже отдельные дома, проверять на оцепленные территории любые машины и грузы, вскрывать автомобили в отсутствие хозяина, то есть вашу машину смогут вскрыть даже без вас, ну и осматривать всех и каждого внутри этого оцепления, как без этого. Причем если кто-то думает, что речь скорее всего идет о контртеррористических операциях, нет. Все это станет возможным в том числе в целях предотвращения массовых беспорядков, например. Для полной ясности картины, ну вот скажем, неподалеку от вашего дома какие-то люди устроили несанкционированный митинг. Вы тут ни при чем вообще, но для полицейских тот митинг станет формальным поводом оцепить ваш район и начать мордовать жителей, выше сказал каким образом. Из Дюменко на торте, господа, ребятишкам также разрешат применять огнестрельное оружие в отношении любого гражданина. Просто если сотруднику вдруг покажется, будто гражданин собирается на него напасть, даже безоружный. Почудилось, достал дуру, выстрелил и попробуй потом такого полиционера привлечь к ответственности. Красота, слушайте, вам так не кажется? Начинаем! Конечно, сейчас нам всем, как обычно, начнут дуть в уши, мол, все это делается ради безопасности граждан. Да начали уже. Такая очередная ватная история. Но мы-то с вами не глупые люди и прекрасно понимаем, зачем на самом деле режим фактически развязывает руки силовикам. Правильно. Чтобы держать людей в еще большем страхе. И так запугали ведь по самое не могу. Лишний раз лайк человек боится поставить в интернете. А дальше я вам могу рассказать, что будет дальше. Но сперва хотелось бы поздравить соотечественников, которым повезло меньше остальных, потому что они живут по соседству с каким-нибудь Навальным, например. Ребята, ваш район, подозреваю, станут отцеплять через день, а вас трясти как яблони зачем. Да это ж такой шанс добиться со стороны людей ненависти к их политическим оппонентам. Согласитесь, после пятого-десятого тотального шмона каждый второй на районе взревет и начнет причитать, нафиг этот Навальный тут вообще поселился. Я вечером паркет положу, утром его уже менты отзирают. Я утром кафель приклею, а вечером его уже козюльски выворачивает. Отдельного внимания заслуживает история о возможности вскрывать автомобиль без хозяина. Знаете, я не удивлюсь, что после этого у наиболее активных противников режима в багажниках повально начнут находить взрывчатые вещества. Наркотики, оружие, прочую запрещенку. Ну, историю с Голуновым помним, ведь да? Тогда дурь человеку умудрились подбросить в его же присутствии, а тут нет владельца. Понятые это случайные люди, которые понятия не имеют, что в этой машине лежало до того, как ее вскрывать начали. Улавливайте. Поэтому Голуновых у нас сразу появится много. По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом, они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности. То есть, это уже доказанный факт. Полицейские в России могут подбрасывать людям запрещенные вещества и подбрасывают. Что делает Госдума, которая, по идее, должна работать в интересах избирателей. А в Госдуме говорят, ребята, мы вам упростим задачу. Чего вам заморачиваться и палиться лишний раз? Узнайте, какая у того Голунова тачка. И пока человек спит ночью, накидайте в нее, что хотите. Хотя даже это не самое страшное в нашей истории. Расширение полномочий по применению оружия. Вот что меня беспокоит еще больше. Сейчас мы об этом поговорим, а это реальная журналистика. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год. И мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям-сиротам из моего родного Екатеринбурга. Нескольким детским домам, собираем деньги на подарки. Кто сколько сможет, четких рамок нет. И если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке. Она внизу, сразу под видео. Там все просто разберетесь. Не уговариваю, но призываю. Так о чем я? Ах, да, об упрощении процедуры применения табельного оружия. Слушайте, ну вот ведь совсем недавно мы с вами обсуждали ЧП, случившееся в Москве 6 декабря, когда полицейский открыл стрельбу по 13-летней школьнице. По информации моих коллег, мужчина просто был пьян и у него просто встал. Простите, причиной мог послужить отказ девчонки в интимной близости, после чего ловил ас и начал палить. Хорошо, что из травмата, а не из табельного Макарова. Жертва серьезно не пострадала, но мы ведь знаем и другие случаи. Например, случай с майором Евсюковым, который по пьянке уже из боевого пистолета открыл стрельбу в торговом центре. Двоих посетителей убил, семерых ранил. Он высострелял мне в сердце, но я повернулась вовремя. И получилось, что он мне раздробил всю лопатку, и пуля вот так вот к позвоночнику встала. То есть отколола позвоночник мне немножко, шейный. Но он смотрел мне в глаза. Это очень страшно было на самом деле. Почему-то из всех он выбрал, наверное, меня только. Он смотрел и смеялся. И это только те случаи, о которых мы знаем, господа, которые уже было невозможно затихареть, потому что видео в сеть попало, или там в СМИ протекло. В реале уверен, про подобных происшествий значительно больше. Просто силовики очень не любят полоскать грязное белье на людях. Но что лично меня добивает в этой ситуации, так это циничность происходящего. Повторюсь, 6 декабря стало известно о том, что пьяный полицейский в Москве стреляет в ребенка, а восьмого в Госдуме. В первом чтении принимается законопроект, который поможет в будущем отмазывать таких вот полицейских. В какой стране подобное еще возможно? Да в загнивающей Европе такая история стала бы скандалом года. Ну шутка ли, сотрудник полиции стрелял в несовершеннолетнюю? Шум бы подняли до небес, общественники и политики уже кричали бы об ужесточении ответственности для силовиков. В России депутаты на фоне такого скандала смягчают правила обращения с оружием для полиционеров. Супер. Он смотрел и смеялся. А знаете, почему в Госдуме так легко и без лишних вопросов принимаются подобные законы? А потому что дети депутатов не ходят с нашими детьми по одним улицам. Они живут за высокими заборами, с охраной. Если золотые ребятишки куда-то и передвигаются, то и передвигаются с телохранителями, которые сами из бывших, и у которых тоже есть ствол. Поэтому им, депутатам, не страшен серый волк. Вероятность того, что элитный отпрыск станет жертвой произвола или там пьяного оборотня ничтожна. А мы, да мы для них расходный материал. Ну и раз о полицейских начали, еще один законопроект, который вчера внесли в Госдуму, предлагаю вашему вниманию. Депутаты хотят запретить разглашать сведения о должностных лицах и их родных. В частности, речь идет о судьях, о полицейских, о следователях, о таможенниках, о судебных приставах, о работниках спецслужб, а еще о сотрудниках контрольных органов администрации президента, счетной палаты. Примечательно, что автором инициативы выступил, знаете кто? Председатель комитета по противодействию коррупции, некто Пискарев. Есть такой единород в парламенте. Обалдеть. Человек с коррупцией должен бороться. Этот депутат, по идее, как никто другой, должен быть заинтересован в прозрачности сведений. О перечисленных лицах это он, а не Навальный. Обязан громче всех возмущаться, когда у генералов и полковников находят миллиарды, квартиры, дорогущие машины и дачи. Это он должен ратовать за то, чтобы его бывшие коллеги, он сам выходец из СК, декларировали каждую копейку, получаемую каждым членом семьи до 135-го поколения. Это и называется борьбой с коррупцией, но нет. Мы не станем трогать генералов, мы лучше журналистов и общественников, которые под жуликов копают, преследовать начнем. Теперь по закону. Самый ад у нас происходит с капустой, потому что здесь она стоит, смотрите, 14 рублей 89 копеек. А вот он покупает ее по 46. Знаете, я опять попросил бы, чтобы вы показали эту программу «Ура! Патриотам». Всего о двух законопроектах я вам сегодня рассказал, которые за два последних дня протащили в Госдуму, которые пока еще, слава богу, не стали законами, ни один документ не направлен на защиту обычных граждан, на охрану наших с вами прав, на развитие демократии в стране. Первый, их выше сказал, призван укрепить полицейщину, полицейщину, второй прикрыть заднице жулью. Это уже не смешно, вот не люблю я этого сравнения. Оно не совсем корректное, потому что, но в данном случае, видимо, придется параллель провести. Гитлеровская Германия когда-то пошла по похожему пути, к чему это привело, мы все хорошо знаем. Все. Это была реальная журналистика. Спасибо сети кафе Фаина Раневская за предоставленную площадку для съемок. Загляните как-нибудь, тут неплохо готовят, кстати. На наш второй канал подписывайтесь, там много интересного, того, что здесь не публикуется. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok